В сентябре 1941 года было объявление дано по всему Киеву, чтобы все евреи, не только киевляне, а живущие вокруг Киева, собрались все в районе еврейского кладбища. Это в конце улицы Дегтярёвской и Серецкой. Значит, с собой иметь тёплые вещи на две недели, дорогостоящие предметы, как золото, серебро, бриллианты, деньги и дорогостоящие меха. Вот с этим объявлением евреи народ очень такой исполнительный. Все мы явились к восьми утра к Бабьему Яру, то есть к еврейскому кладбищу, а за еврейским кладбищем было Бабий Яр, так называемый. Но когда мы подошли к еврейскому кладбищу, там лежало три доски, мы должны были переступить эти доски. У меня, правда, был мешок с этим самым сухарями. Там нужно было доску перейти. И в это время не немцы, а украинцы, украинские националисты. Они мерзавцы, между прочим, уникальные. Западная Украина? Да, но это в основном были, они же с немцами пришли в Киев. Пришли в Западную Украину? Да, до Западной Украины, конечно. Они сорвали с меня наволочку, в которой были сухари. И в это время я увидел страшную вещь. Страшная картина. Пока я еще стоял на доске, я увидел, как немец вырвал у старика, еврея, на руках был внучек. А этот еврей, старик, он еще, ну, он снял штаны, но он еще был, извините, в нижнем белье. И он у него вырвал этого ребеночка и вынул «Зайтенгевер», называется по-немецки, «штык». И одел его на штык. И этот старик обезумел и бросился к этому немцу, схватил его за глотку. В это время подошел один офицер, и этого, не знаю, кто он там, младший командир, немец, он ударил его по физиономии. Это очевидно не потому, что он защищал евреев, потому что он хотел его предупредить, что он делает, ведь сзади евреи же видят все. Будут упираться. Они упираться не будут идти. Он и восстукнул по физиономии. Когда он одел ребеночка на штык, я понял, что нас будут убивать. Все подошли вот к этому, мне этот украинец сказал, давай скорее проходи. Я прошел, и я понял, что там за колючей проволокой, за еврейским кладбищем уже убегать мне никуда нельзя. И в это время собралась, там очень много было евреев. Кстати, у нас, я уже поздно вечером пришел, нас не раздевали. Я был в одежде. До этого, ну, за час, за два, нас всех раздевали. Совсем раздевали? Да, совсем. Даже такой маленький мальчик подошел к немцу и говорит, дяденька, я не могу... Упокойтесь, Дарья. Дяденька, а чулки нужно тоже снимать. А ребенку 6 лет или 5 лет. Понимаете, он немца спрашивает, или чулки снимать надо. Уже, короче говоря, там была группа 100 человек, еще 100 человек, которые голые, мы уже одетые были. И запустили 20 собак, овчарок. Эти овчарки стали кусать людей за ноги, поэтому люди бегали, бежали вперед. И... Вы извините, что я расстраивался. Они... Труды не расстраиваются. Да. Они... Чашки вот померяются. Да. Они... Кусали людей за руки, и девочки лет 16-14. Кричали, за что мы немцам ничего не сделали плохого, ну почему над нами так издеваются. Они создавали динамику, чтобы эта толпа людей ближе подошла к обрыву. С той стороны обрыва стояли 10 немецких, 10, может быть, 12, я не знаю, а с автоматами. А по ходу движения не было видно? Нет. А в последний момент уже... Это перед самым обрывом. Там такой... Такой проход был... Уступ есть, яр, понимаете? И на последний момент это не видно было, что там? Не видно, да. Они... Были слышны выстрелы, частые выстрелы, но кто, в кого стрел, понятия не имели. И когда я подошел к Брусверу и увидел внизу 45 метров, 45 или 50 метров я не мог измерить, но такая была глубина, я увидал лежащую женщину, мертвую, еврейку. На ней лежал маленький ребеночек, ну, может быть, ему было год или два, и он мамин сосал бюст, ну, грудь. Грудь? Да. Но он жил, а мама была убита. И я, когда увидал этот ужас, до этого я видел, когда на штык надели, я потерял сознание. И каким образом я очутился внизу, я не знаю. Но я знаю точно, что я упал с этой высоты вниз. До выстрела? До выстрела. И когда два или три дня, может быть, четыре дня, я пролежал без сознания под трупами, спустились немцы, группа немцев, и стали достреливать тех, которые были раненые, которые еще стонали. Не каждого попала же пуля. Они проверяют? Да, кто стонал, того они достреливали. Такой был пистолет у них вот здесь, я в Ядвашеме видел, Парабеллум называется. Они из этого очень... Мракозарядный? Да, да, да. Ну, такой немецкий именно пистолет. И они достреливали вот этих всех евреев, которые еще жили. И один немец встал мне на ноги. И он потому что же не знал, что я жив. И я очнулся. От потери сознания я пришел в себя. И я, чтобы боль заглушила мой крик, я укусил себя за палец. Вот за этот палец. Боль была ужасна? Страшнее было смерти. Я же знал, что я приму после крика, я приму смерть. Ну, так я двое или трое суток потом пролежал по трупам. И на мне еще было два слоя трупов. Я когда вышел через Петропавловский тупик на Куреневку, я был весь в крови. Они были ранены, и кровь на меня сочетала. Они еще не засыпаны еще? Нет. Они засыпали только через два, через три дня. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok